Восемь лет ехал мимо урожая. Кто-то из спортсменов прыгал. Мне очень понравилось. И с этого момента я начал заниматься конноспортом. Очень много же конюшен, которых просто хотелось развивать. Их очень много из России. Поэтому ездил, помогал кому-то. Чем-то советовал, чем-то помогал амуницией. Где-то помогал провести соревнования. А в прошлом году заболел. Очень долго не могли понять, чем. Практически до последнего врачи не находили болезни. Мы познакомились уже очень давно. Мы вместе работали. И несмотря на то, что мы были близкими друзьями, мы все равно, никто из нас, из его круга друзей, не знал о том, что Олег болен. Ему поставили достаточно серьезный диагноз. Это диффузная лимфома Б. Мы начали предпринимать какие-то экстренные меры. Ребята, кто был всегда рядом, девчонки, которые всегда помогали по магазине, слушали муницией. Они, соответственно, стали обращаться ко всем конникам. Обратились также и в продаж. Да, фунт ванят. Потому что, ну, по почте мне уже денег не хватало ни на что. Врачи не надеялись, что я уже выживу. Собственно. ВИТ организовала перелет в Мюнхен. Нам нужно было только для этого найти человека с открытым шенгеном, который был бы готов слетать. Это был мой друг Дмитрий Лазарев. Он очень быстро среагировал на наши сообщения. И в ближайшее время он как раз слетал за самым нужным препаратом, за самым дорогим, который был нужен и необходим. После определенного курса лечения Олег пошел на поправку достаточно быстро. И это безумно здорово, то, что существует такой фонд, в который можно обратиться, когда ты знаешь, что ты не один со всем миром, который может тебе помочь. Очень много людей, которым просто хочется поклониться. Благодаря фонду я получил те лекарства, которые мне были необходимы. И вот сейчас жив, здоров.